Всем привет! В этом видео я расскажу про программу HitPaw Video Enhancer, которая позволяет обскейлить видео, заменять фон, увеличивать FPS и даже чинить какие-то битые файлы. В целом HitPaw специализируется на нейросетях, то есть у неё есть Voice Changer, как раз-таки Video Enhancer и прочие другие программы, которые работают с нейросетями. Давайте не будем тянуть. Вот у меня здесь подготовленная папочка с всякими роликами и у меня вот закреплена эта программа. Как мы можем заметить, у нас просто самый такой дружелюбный интерфейс, то есть здесь нет никаких командных строк, никаких абсолютно консолей, то есть ничего не нужно писать. Программа всё абсолютно сама делает, это прям как отдельная такая студия, как какой-то видеоредактор. И первая вкладка у нас называется Улучшение видео, то есть мы можем выбрать какой-то ролик и давайте я начну с низкое качество. Вот, есть например какой-то ролик с Японией, вот у меня здесь 10 секунд, оно в 360p формате, я сейчас даже покажу это. Вот, 360, 10 секунд специально, чтобы долго не тянуть. И здесь у нас есть куча разных моделей, то есть здесь есть более-менее такое улучшение, стабилизация, чтобы видео не тряслось. Как раз таки прокачка фреймрейта, для улучшения там цветокоррекции, просто чтобы разукрасить какое-то чёрно-белое видео. Для всяких анимаций, рисунков, типа анимешки, там мультиков. Ну и два самых таких важных, это делать акцент на лице, что в этом ролике мы в принципе делать не будем. И самое такое общее, что как раз таки нам пригодится. То есть мы можем выбрать самый быстрый режим, который будет улучшать, тоже улучшать хорошо, но много времени на это уходить не будет. Можно выбрать баланс, то есть чтобы он там сам автоматически как-то определял. Либо выбрать квалити, чтобы было самое высшее качество. Улучшаться у нас будет до 4К, либо до 8К разрешения. И можно даже 3 секунды отрендерить. То есть можно 3 секунды отрендерить, а где-то можно отрендерить секунду, либо 2 секунды. То есть там можно отрендерить 60 кадров. Давайте вот как раз таки попробуем отрендерить превью. Так, вот наше шокальное видео. Уже начинают работать нейросети, это можно видеть по моему курсору. У меня немножко подвагивать начинает. И здесь у нас отображается 4К, и это просто отвал башки. Вы посмотрите, как красиво. Здесь у нас отрендерилось пока что 3 кадра, но давайте мы поставим на паузу. Выглядит это очень красиво. Давайте мы не будем останавливаться на превью. Я вот оставил квалити, то есть качество. И жмем на экспорт. Все, сейчас тоже начнет лагать. И, как вы видите, здесь отображается дружелюбный интерфейс рендера. То есть здесь можно рендерить несколько видео. Еще можно заметить, что здесь отображается примерно время рендера. И у меня отображается 10 минут, потому что, как вы можете заметить, у меня апскейл идет в 600%. Потому что я выбрал самое шокальное 360p. И если, в принципе, с 1080p на 4К или там с 2К на 4К апскейли, то время будет минимальное. Не сильно большое. А из-за того, что я выбрал самую низкую планку, вот у меня такой вот долгий получается рендер. Но оно дальше может полететь очень быстро. То есть это в зависимости от вашей видеокарты. В зависимости от какой видеокарты вы вообще рендерите это видео. То есть это можно делать и со встройки, и с внешней другой видеокарты. У меня это рендерится на встройке, потому что я Nvidia не выбрал. Так что это можно делать даже на слабых ПК. Можно делать на слабых видеокартах. Для этого не обязательно мощная видеокарта. Но если вы будете рендерить на встройке или на какой-нибудь старой видеокарте, то, конечно же, рендер будет довольно долгий. Но самое главное, что не нужно никак париться с какими-то моделями. То есть, как я снимал ролик полгода назад про FlowFrames. Там не надо никакие куды, рифы. Тут все автоматически. И я еще и выбрал самое лучшее качество. Поэтому здесь самый дружелюбный интерфейс. И тут абсолютно любой новичок разберется в том, как работать с нейросетями. Все, у нас закончился рендер. Ролики отрендерены, сохраняются в папке видео по умолчанию. И вот у нас... Вот такой вот ролик получился. Да, с лицами, конечно, не очень. Потому что нужно делать акцент именно на лицах. Ну а так, в принципе, реально мне нравится этот кадр. Учитывая то, что это сделано с 360p качества. А если улучшать 720p, например, или 1080p в 4K, то будет вообще отлично. Давайте теперь попробуем вырезать фон. Эта функция пока что в бете, но я немножко попробовал. И мне, если честно, понравилось. Вот у меня скачен ролик с сайта Pexels. Просто пусть будет прозрачным. А хотя нет, давайте... Давайте заменим на какую-нибудь картинку. Вот давайте, например, на эту. Так, и давайте превью. Вот у нас 60 кадров. Это получается либо 1, либо 2 секунды, в зависимости от FPS в ролике. Оно... Оно просто идеально отрендерило. Офигеть! Вы посмотрите, здесь не видно никаких артефактов. Я сейчас покажу, какое видео было. Вот, оно было вот такое. А стало вот такое. То есть здесь никаких контуров вообще не видно. Даже вот в таких сложных местах. Я думаю, тут уже и рендерить не обязательно. Тут просто видно, что результат налицо. Мы можем... Мы можем менять эти картинки. Я... Я просто в шоке. Это очень сильно может пригодиться для всяких ютуберов. А мы можем вообще сделать блюр бэкграунда. Хотя... Там... Там и так розовый фон. Можно сделать просто прозрачный фон, отрендерить его. И... Вставить какой-нибудь свой фон на фоне. Хотя здесь и в программе это можно сделать. Давайте теперь перейдем к удалению водяных знаков. Я... Я от этой функции просто в шоке. Вот у меня здесь тоже подготовленное видео есть. Удаление водяного знака. Я думаю, все прекрасно знают этот шаттерсток. Мы здесь просто берем. Вот так вот выделяем. И давайте сразу превью. У нас тоже отрендерится 60 кадров. Это у нас будет, скорее всего, секунды 2 или 3. Оно там само видео не особо качественно. Но мы... Мы можем заметить, что самого водяного знака как будто и не было. Я... Я просто... Когда я первый раз это пробовал, у меня был отпад челюсти. Вы реально гляньте, как было. Просто вот водяной знак. А здесь его абсолютно нету. Как будто его и не было. Давайте теперь перейдем к смешной функции, которая тоже в бете. Она называется... Волшебное небо. В общем, я подготовил тоже ролик для... Замены фона. Я хочу вот такое северное сияние. Все, давайте. Офигеть! Вы... Вы просто гляньте. Так, все, я хочу это отрендерить. Давайте сразу отрендерим. Все, у нас остается 1080p, поэтому... Оно должно... Не долго... А, смотрите, оно сейчас на глазах зарендерится у нас и все. В общем, здесь очень много крутых функций. И самое главное, здесь можно... Ну, конечно, желательно не с 360p делать обскейл 4К. Потому что вы сами понимаете, что это 600%. Но если обскейлить, например, 1080p на какой-нибудь 4К, То уже будет абсолютно нормальное качество. И нейросеть будет полностью спокойно справляться. Конечно, даже если у вас слабенькое устройство, Можно выбирать там Fast Render. Типа, использовать не самую такую жесткую нейросеть. Даже с Fast Render у вас будет просто результат виден сразу же. Так, вот у нас уже почти дорендерился ролик. Я просто хочу глянуть этот шедевр. Реально, для меня, как человека, который любит играться с нейросетями, Это просто шок. Давайте вот глянем. Это просто круто! Да, конечно, такая каша получается на фоне этого всего японского городка. Потому что найти какие-то идеальные ролики для этого довольно трудно. Но если вот сняли какой-то такой пейзаж, там, я не знаю, На шашлычках или еще где-нибудь, Попрекалываться с этим фоном можно очень-очень много, мне кажется. Тем более здесь есть выбор с разными фонами. Давайте вот какое-то ночное сделаем превью просто. Вот, а у нас теперь вот такой вот красивый космос получается. Да, здесь у нас, конечно, отрендерено пару кадров, Но это просто, это реально отпад. Также тут можно еще чинить видео, То есть как раз-таки какие-то файлы битые чинить, Артефакты, какие-то подвисания. Это все тоже можно делать в этой программе. Если вы купите эту программу по моей ссылке в описании, Вы получите скидку 50%. Ну и также здесь можно как раз-таки попробовать эту программу бесплатно, Если вы в чем-то не уверены. Но я постарался самый такой обычный, То есть я никак не подготавливался, Я использовал 360p видео, И в самом таком адекватном человеческом случае Вы сможете добиться реально офигенного результата. Поэтому переходите по ссылочке в описании, Там есть очень много полезных ссылок. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, Можете поставить лайк и подписаться на канал. Желаю всем удачи и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok